Друзья, приветствую вас на нашем канале. Я Екатерина Романенко, это канал Переезд в Краснодар. Мы решили запустить для вас новую рубрику на канале Эксперт выходного дня. Будем поднимать актуальные вопросы и темы, которые вам точно будут интересны, а главное полезны. Сегодня у нас запланировано обсуждение очень важной темы. Мы уже неоднократно ее касались, но все-таки хочу обновить информацию. Сделка с несовершеннолетними. Я расскажу вам о том, с чем сталкивается каждый родитель, когда планирует улучшить свои жилищные условия, а у него в собственности есть доля у несовершеннолетнего. Давайте начинать. Итак, актуализирую немножко информацию для тех, кто впервые на нашем канале. Кто такой у нас несовершеннолетний? Несовершеннолетний это у нас ребенок в возрасте до 18 лет, но мы их как юристы делим на две категории. До 14 лет и от 14 до 18 лет. То есть момент получения паспорта имеет здесь принципиальное значение. Если у вас ребенок собственник, то он вам доставит меньше хлопот, поскольку возрасте до 14 лет, вам не нужно его наводить с собой, брать от него подписи. Вот в органах опеки, не в МФЦ, когда мы подаем документы. Как только ребенку в 14 лет он получил паспорт, а если он его не получил, мы же знаем, что дети у нас не всегда вовремя получают паспорт, когда вы планируете сделку с недвижимостью, то нужно сначала обзавестись паспортом. И тогда ребенок должен присутствовать с вами на подаче заявления в органы опеки, либо в МФЦ смотря, каким путем мы будем подавать это заявление. Ну и, собственно говоря, нужно будет сделать доверенность. Если ребенок, например, находится в другом регионе или где-то на учебе, нужно сделать доверенность для того, чтобы представлять его интересы. Недостаточно того, что ты просто законный представитель своего же чада, что у тебя есть свидетельство о рождении, ему уже исполнилось 14 лет, он должен быть сам, либо должна быть доверенность. Это очень важно запомнить. Документы мы можем подавать двумя путями. Можно подавать в своих органах опеки, в администрации, в отделе, либо можно подавать их через МФЦ. В каждом регионе, в каждом городе существует своя практика. В городе Краснодаре мы подаем документы через МФЦ. Если у нас с вами несовершеннолетний ребенок, и мы говорим о том, что он участвует в сделке, каждый родитель должен четко понимать, что у ребенка должна быть доля собственности. Должна быть выписка ЕГРН, должно быть наделение его правами собственника, должна быть четко выделенная доля. И тогда нам нужно будет разрешение органов опеки для того, чтобы продать такой объект. Если ребенок у вас просто прописан в квартире, просто зарегистрирован, он имеет там прописку, он имеет только право пользования данным помещением. Он не имеет права владения, распоряжения, так как собственник. Поэтому если у вас детки просто прописаны, можете выдохнуть, в опеку вам не нужно, и это тоже важно понимать. Потому что при консультациях часто сталкиваемся с таким вопросом. Ну и родители беспокоятся напрасно. Поэтому мы сегодня с вами говорим только о тех детях, которые наделены долями. Есть еще такие скрытые собственники, я их называю, которые детки невольно поучаствовали в сделке, когда родители воспользовались средствами материнского капитала на погашение ипотеки, либо на первоначальный взнос. И вот пришло время, когда нужно объект продать. Ну, хотим улучшить свои жилищные условия, либо сменить регион. Ну, просто переезжаем. Соответственно, ребенку нужно будет такую долю выделить. Вот здесь квартира, в которой вы один собственник, и вот вы решили ее продать, но использовали материнский капитал ранее. Поэтому в такой квартире нужно вот этого скрытого собственника, ребенка, как правило, при наличии материнского капитала их уже двое, вытащить вот эту вот долю. Поэтому вот это скрытые собственники. Дети будут наделены долями. Что касается долей по материнскому капиталу, здесь все гораздо проще, потому что доля у ребенка, она прям маленькая. Маленькая-маленькая. И доля обязательно будет, не обязательно будет равной со всеми остальными членами семьи. Она должна быть равной его доле, участие в этом материнском капитале. Выдавался вам материнский капитал на пятерых, значит, всю эту сумму делим на пятерых, и потом высчитываем долю, исходя из квадратных метров. Выдавался на троих, значит, высчитываем на троих. Поэтому, когда мы говорим о том, что выделить нужно ребенку долю по материнскому капиталу, друзья, вы прямо сядьте, задумайтесь, посчитайте Вам в любом случае придется делать это через нотариуса, поэтому обратите внимание, чтобы вам не выделили доли всем одинаковые А в будущем это вам сильно облегчит задачу при приобретении нового жилья Здесь, я надеюсь, с этим пунктом мы с вами разобрались, что такое ребенок-собственник и что такое ребенок просто прописан Когда стоит вопрос о том, что нужно продать свою недвижимость, будь то дом, либо квартира, как правило мы сталкиваемся с тем, что детям нужно что-то купить взамен А некоторые регионы ставят в палки в колеса родителям, ну у нас же все для людей, да, у нас же прям с флагами везде трясут, что все на защите детей, на государство в первую очередь Но в то же время родителям приходится решать всегда эту непростую задачу с органами опеки, потому что, к сожалению, единообразия в принятии решения и в трактовании закона у нас нет Мы не только можем и имеем право наделить ребенка долями через куплю-продажу Мы можем ему, безусловно, выделить долю и через дарение какой-то другой недвижимости, которая есть в вашей семье Может быть у бабушек, у дедушек, у вас на ваше имя оформлена какая-то другая квартира Мы можем предоставить им там долю Также денежные средства могут быть заблокированы на расчетном счете, который принадлежит ребенку Все эти способы обеспечения сделки по отчуждению доли несовершеннолетнего, они предусмотрены законом Но я всегда говорю на консультациях и своим агентам, и наш юрист, и я при консультациях всегда говорим одно и то же Друзья, к сожалению, мы живем в таком государстве, где нет единообразия закона, ну нет его просто Потом в Краснодарском крае действует одна норма, в Хабаровском крае действует другая норма, в Москве, Подмосковье третья И вот все это объединено одним словом Необходимо получить согласие органов опеки на сделку с несовершеннолетним Но каждая администрация выдает свои рекомендации, каждый юродел выдает свои постановления для органов опеки о том, как это будет происходить Поэтому есть регионы, с которых нам привозят разрешения и денежные средства детей лежат на расчетном счете Им разрешили продать объект и деньги положили на расчетный счет Есть регионы, в которых категорически это запрещено В Краснодарском крае, к сожалению, это крайне сложно, ну я бы сказала, практически невозможно Здесь действует, если мы говорим про Краснодарский край, я всегда могу только отвечать за себя, да, за тот регион, где мы находимся То здесь у нас должна быть обязательно купля-продажа, либо дарение Вот благо с дарением у нас проблем нет, и палки в колеса здесь нам никто не вставляет Хотя по другим регионам слышу уже, что есть недовольство опеки, они не хотят давать разрешение на дарение Надо разбираться в каждом конкретном случае, здесь всегда рекомендация только одна Найти юриста или найти агента в своем регионе, чтобы вам помогли разобраться с опекой Если простым путем, по ходу ВПЦ и написанием заявлений у вас непростая ситуация, если что-то не получается Лучше здесь найти специалиста по своему региону, потому что я могу дать вам только общие рекомендации, варианты из того, как это может быть и к чему это может привести Но то, как это будет у вас, это будет вот именно у вас Но варианты существуют Поэтому органы опеки могут дать как согласие, так и могут быть не согласны По поводу отчуждения доли ребенка Поэтому ваша задача пойти в опеку, объяснить, что вы хотите сделать Продать объект, купить ему взамен Обязательно нужно будет посчитать долю и площадь, сумму денег, которая будет выделена ребенку И какую площадь и долю мы должны будем приобрести в другом жилье Опека будет требовать обязательно пакет документов на внос приобретаемое жилье Будет нужно обязательно необходим предварительный договор на это новое приобретаемое жилье Многие спрашивают, а вдруг у нас что-то не получится Ну вдруг собственник откажется или цена изменится Ну просто он не захочет нам продавать И вот сроки мы там просрочим, да И получится так, что мы не успеваем купить Здесь ситуация лучше Мы можем всегда заменить объект недвижимости И если случилось так, что вы свой объект уже продали Постановление получили на выбранный объект И там собственник по какой-то причине вашего выбранного объекта Я и про него сейчас Вам отказывает Ну так случилось, да, он передумал То мы можем с вами заменить объект в органах опеки Предоставить пакет на новый пакет документов Они подготовят дополнительное соглашение Да, это опять время, это опять нервы, сила Возможно придется поехать опять же в свой регион А вы уже приехали к нам в Краснодарский край Друзья, это решаемо У нас есть один нерешаемый практически вопрос с органами опеки Это ипотека В Краснодарском крае мы не можем его решить И купить на детей объект через ипотечный кредит Поэтому, когда вы нам звоните и говорите о том, что мы свое продали И мы хотим взять ипотеку и купить жилье А нам нужно и про ребенка не забыть Потому что мы обязаны по постановлению уже имеющемуся у себя Выделить ему там долю То вот здесь, к сожалению, мы бессильны Купить объект в ипотеку Если вы что-то свое продали И опека не написала, не дала свое согласие На встречную сделку с использованием кредитных средств И обязательно с передачей в залог вашего объекта недвижимости Нового объекта недвижимости Здесь, к сожалению, мы ничем не поможем Если мы планируем купить в ипотеку объект недвижимости Но у нас нет предыдущей сделки Там, где участвовала опека, которая давала разрешение на продажу Вашего первого жилья То здесь у нас проблемы нет Банки не возражают И на сегодняшний день к нашей радости Все больше и больше банков Ставка же увеличивается Надо же выдавать все-таки эти кредиты Они делают огромное послабление для сделок с несовершеннолетними И поэтому список и перечень банков Которые работают со сделками с несовершеннолетними У нас, к счастью, увеличивается Поэтому здесь мы этот вопрос решить можем Итак, друзья, самые основные пункты О том, кто такие несовершеннолетние Как мы их делим Кто где должен присутствовать Как выделиться должна доля Какие документы мы должны предоставить Особенности, связанные с покупкой и продажей И с ипотекой Я вам постаралась Вкратце, но максимально подробным русским Человеческим языком, как я всегда говорю До вас донести У нас есть еще одно видео про опеку Она тоже подробная Давайте я прикреплю ссылочку Вот верхний угол Кому интересно, можно будет посмотреть еще раз Возможно, оттуда возьмете Почерпнете тоже что-то для себя интересное Спасибо, что были с нами, друзья Если у вас возникли вопросы Или хотите узнать больше Пишите нам, пожалуйста Если понравилось данное видео Не забудьте поставить лайк И подписаться на наш канал Чтобы быть в курсе всех новостей И экспертных мнений о недвижимости В Краснодарском крае Не забудьте поделиться этим видео с друзьями Которые также интересуются недвижимостью В Краснодарском крае Или планируют переезд До новых встреч!